Духовная жизнь День покровительницы студентов, патриаршая богослужения в Татьянин день. Направление работы расширяется. Рождественские чтения 2012 года. Наука материнства. Курсы для будущих родителей. Память просветительницы Грузии. Празднование в Донецке. Неугасимый свет рождественской звезды. Здоровье. Дар Божий. Турнир по волейболу за кубок Владыки Иринея. Когда-то День памяти великомученицы Татьяны стал днем рождения Московского университета имени Михаила Ломоносова. С тех пор его считают еще и днем студентов. Далее о патриаршем богослужении в Татьянин день в домовом храме главного вуза Москвы. Именно в Татьянин день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об основании в России Московского университета. Университетская церковь, освященная во имя мученицы Татьяны святителем Филаретом Московским, служила храмом лишь до Октябрьского переворота. Затем долгое время здесь действовал студенческий театр. И вот в 1991 году в церкви возобновились богослужения, а со временем храм получил статус патриаршего подворья. Традиционно на Татьянин день божественную литургию здесь служил предстоятель Русской Православной Церкви. Как уже повелось святейшему патриарху Кириллу, сослужили архиереи церкви и многочисленные священники, которые в свое время учились в Московском государственном университете. Кстати, в Русской Православной Церкви свыше 70 священников имеют дипломы этого вуза. Среди них и настоятель Татьянинского храма, выпускник филологического факультета протеереи Максим Козлов. Поздравляя патриарха в стенах храма, отец Максим от лица всех прихожан подарил его святейшеству мозаичный образ ангела. Во время богослужения святейший Владыка возглавил хиротонию архимандрита Аристарха Яцурина в епископа Николаевского викария Хабаровской епархии и пожелал новорукоположенному архиерею достойно нести епископский жезл. На праздничном богослужении присутствовал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, преподаватели и студенты вуза, которые составляют подавляющее большинство прихожан Татьянинского храма. По случаю престольного праздника руководство университета передало храму сертификат на сумму в 2 миллиона рублей. Средства выделены на реставрацию его здания. По завершении литургии святейший патриарх Кирилл обратился ко всем участникам богослужения с первосвятительским словом. Для меня всегда большая радость служить в этом храме. По многим причинам, о которых я уже когда-то здесь говорил, повторять не буду, но соприкосновение с университетской общиной, с этими историческими стенами, всегда наполняет душу и сознание и особым состоянием, и особыми мыслями. И сегодня в меру своих сил я молился о нашей молодежи. Я молился об университете. Опять-таки настолько сильно, насколько могу, как человек. Потому что от сознания молодежи, от ее умонастроения, от ее векторов жизненных, которые она сама себе определяет, будет зависеть будущее страны нашей, церкви нашей. А в каком-то смысле и вообще будущее рода человеческого. Речь идет, конечно, не только о заслуженном, огромном вкладе Московского университета. Но если молодежь, как новое поколение, сумеет понять самое главное, что нужно понять, для того, чтобы достойно прожить жизнь, то мир будет спасен. После богослужения святейший патриарх Кирилл принял участие в презентации книги, посвященной 325-й годовщине Московской Духовной Академии. Издание является совместной работой Московских духовных школ и университета имени Михаила Ломоносова. Каждый год в конце января в Москве происходит богословский форум. Из-за близости к рождественским праздникам его называют «рождественскими чтениями». Ныне они стали юбилейными, двадцатыми. Представители православных церквей мира, чиновники, педагоги, ученые, всего около семи тысяч человек приобщились к проведению мероприятия. Пятнадцать направлений. Именно столько ответвлений имеют рождественские чтения 2012. Речь идет о работе секций, тематических конференций и круглых столов. Рождественские чтения – прекрасная площадка для дискуссий. По словам митрополита Меркурия, церковь волнует все, без исключения вопросы государственного и общественного значения, сотрудничество с силовыми структурами, издательская деятельность. Значительное внимание отводится духовно-моральному воспитанию молодежи, в частности, в процессе образования. Для меня, прежде всего, будет очень интересно взаимодействие церкви и молодежи. Ну, как человек молодой, он достаточно. Хотелось бы действительно посмотреть, как в дальнейшем церковь сможет взаимодействовать с молодежью и какие проекты она может предложить на сегодняшний день молодежи. Особенно интересно мне будут круглые столы, которые будут связаны с дошкольным воспитанием. Я их буду посещать. И еще участие телевидения, СМИ в нравственном, духовном воспитании подрастающего поколения. Я многолетний участник чтений. Как минимум 17 раз я принимал в них участие. И помню начальный период, помню период, который был в последние годы святейшего патриарха Алексея и сейчас. И я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что это самое крупное общественное собрание, общественное деяние русско-православной церкви и педагогической общественности. Они неизменно вызывают большой интерес и большой отклик в сердцах людей, которые съезжаются сюда, как вы прекрасно знаете, со всех уголков России и вообще, как святейший патриарх сегодня сказал, исторической Руси. Отдельной важной темой обсуждения стали основы нравственности. Нравственность является основой человеческих взаимоотношений, и именно ее нравственности ныне так не хватает в отношениях любого уровня, будь то личное общение или сугубо деловое. Наши соотечественники хотят пребывать в православной культуре и получать знания о ней. И мы должны сделать все, чтобы полноценно отвечать на этот вопрос. Мы призваны давать знания о православии тем, кто давно живет в церкви, и тем, кто только учит наизусть символ веры. Эта потребность общества в православной вере и культуре создает поле для сотрудничества церкви и государственных институтов. В рамках грандиозного православного форума традиционно проходят фотовыставки. На этот раз, в отличие от прежних лет, организаторы устроили книжную ярмарку. Сейчас в эфире обзор событий, произошедших в православном мире. Патриаршее подворье святителя Николая в Баре отныне полноправно принадлежит Русской Православной Церкви. Соответствующий документ передан в понедельник 23 января руководителю Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископу Егорьевскому Марку. К комплексу площадью 8 тысяч квадратных метров относятся паломнический дом и Никольский храм. После Октябрьской революции 1917 года подворье, основанное наследство русских меценатов, перешло в собственность Италии. Возвращение святыни историческому хозяину состоялось в рамках двусторонних соглашений между Итальянской Республикой и Российской Федерацией. Тысячи жителей города Нови Сад вместе с патриархом сербским Иринеем приняли участие в заупокоенном богослужении. Так почтили трагедию, произошедшую здесь 70 лет назад. Напомним, зимой 1942 года фашисты уничтожили почти все население города. Как отметил патриарх Ириней, церковь совершает заупокоенное богослужение на вечную память о трагедии 1942 года. Православное сообщество Венгрии одобрило новую конституцию страны. Основной закон значительно больше внимания уделяет христианским корням Венгрии. Об этом сказал настоятель Будапештского православного храма в честь преподобного Сергия Радонежского протеерей Иоанн Кадар. В частности, в новой редакции Конституции упоминается Бог и вера, а Православная Церковь признана одним из основных культуротворческих учреждений. Сегодня православных в Венгрии около 50 тысяч. Это преимущественно этнические россияне, венгры и греки. Далее в программе вы увидите Наука материнства, курсы для будущих родителей, память про святительницы Грузии празднования в Донецке, неугасимый свет рождественской звезды, здоровье, дар Божий, турнир по волейболу за кубок владыки Иринея. 25 января Донецкий семейный православный центр от Рада праздновал свой юбилей. Ему исполнилось 5 лет. Его деятельность охватывает все периоды жизни человека. Особое внимание уделяется тем, кто вот-вот должен появиться на свет. Далее о спецкурсе для будущих родителей. 25 января Православная Церковь чтит икону Божьей Матери и Млекопитательницы. Этот образ имеет особое значение для посетителей курса Рождества, действующего при семейном центре от Рада. Наши курсы стали работать 25 января. И 25 января день памяти, иконы Божьей Матери и Млекопитательницы. Ну и так мы подумали, что все мамы должны кормить грудью. Мы девочкам всегда уделяем большое внимание на наших занятиях именно вопросу грудного скармливания, чтобы им рассказать, объяснить, вот, чтобы сохранить эту традицию. Центр от Рада создан по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Как известно, все, на что есть благословение, делается от души, с искренним сердцем и любовью, а потому приносит щедрые плоды. Курс Рождества рассчитан на семьи, где ждут появления на свет малыша. В такой период крайне важно, чтобы будущие родители поддерживали друг друга. У нас есть занятия, которые посвящены именно вот папам, беседам с папой, вот, в работе с мужчинами, чтобы они женщину берегли, понимали, насколько беременность – это ответственный период в жизни, насколько женщина беременная нуждается еще больше во внимании, в защите, в любви, в терпении, вот, потому что женский организм, конечно, терпит очень большие изменения, сложности, и папам, конечно, надо очень много терпения. И мы помогаем принять, понять, вот, и, наверное, ну, помочь не только словом, не только, как бы, ну, принятием этого всего, а еще и делом. То есть наши папы ходят на роды, помогают мамам, берут эту боль на себя, вот, но когда боль поделена между парой, наверное, она вдвое легче. Сейчас филиалы курса «Рождество» открыты в Красноармейске и Макеевке. Проводится также работа в женских консультациях. Многие желающие принимают участие в экспресс-занятиях. Мы с радостью познали о том, что есть такие курсы, и довольны, в принципе, от того, что тут рассказывают. Чувствуем, что вот следующий этап жизни намного будет увереннее, благодаря этим знаниям. Узнала от знакомой, которая благополучно родила сыночка. Ей очень понравилось, и она на родах себя увереннее чувствовала. Спасибо большим организаторам курсов. Любое новое дело необходимо иметь какие-то хотя бы элементарные представления. Тем более, как для нас, мужчин, роды, это вообще как-то каком-то либо отношении, либо к табу, либо к чему-то чудесному и чему-то неизведанному. А здесь на курсе мы получаем на те знания, которые необходимы, чтобы все это прошло. Так мы бы хотели, природно, естественно, ну и, конечно, вместе. За пять лет немало супружеских пар побывало здесь, и за это время у слушателей курса родилось более двух тысяч деток, а это означает, что почти две тысячи семей нашли свое ни с чем не сравнимое счастье. В центре отрада работают настоящие профессионалы своего дела, а главные люди христианского мировоззрения. Они всегда готовы помочь найти выход из любого затруднительного положения, будь то отношения между мужчиной и женщиной, или вопрос воспитания ребенка. Здесь находят поддержку женщины, оказавшиеся перед выбором рожать или сделать аборт. Обращаются и родители-усыновители. Важно, что все услуги центра бесплатные. Кроме того, его посетители могут пообщаться со священнослужителями. Самым главным приобретением, это стало, конечно, участие батюшки, с самого начала образования нашего центра у нас на каждом занятии присутствовал батюшка. И задавались вопросы. Обязательно у нас служатся молебен на благополучные роды. Батюшка вручает диплом об окончании нашего курса. И, конечно, добрая традиция стала то, что после посещения нашего курса Рождество для подготовки будущих родителей к рождению ребеночка, молодые семьи могут посетить курс для развития малышей, то есть это от года до трех, и курс подготовки к школе. Вот светлячок студия у нас есть. Семейный центр от Рада назван так не напрасно, в честь иконы Божьей Матери с таким же названием. Ее церковь чтит 3 февраля. Между Донецчиной и Грузией тысячи километров, но 27 января это расстояние несколько сократилось. В Донецке праздновали память святой раноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Уголок Грузии, так называют этот храм православной Донецка. Церковь святой Нины была построена и освящена в 2008 году по инициативе грузинской общины Донбасса. В нашей стране лишь три таких храма, и они имеют особое значение для наших братьев во Христе. 27 января, в день памяти святой раноапостольной Нины, Нино, как называют ее грузины, здесь отмечали престольный праздник. Торжественную литургию возглавил благочинный Преображенского округа города Донецка Петр Устименко. Ему сослужили настоятель храма протеереи Алексей Беспалый и клирики Донецкой епархии. Грузия одна из немногих стран, которая является действительно по праву православной. Там свято хранят и чтят традиции, там всегда почитают старших, вся молодежь, начиная с молодичества, всегда ходит в храм и прививается к любовь к Богу. Мы видим, что там нет разветвления различной христианской конфессии, там единая святая апостольская акаполическая православная церковь, которая существует и по сегодняшний день. Это, конечно же, в этом огромная заслуга святой раноапостольной Нины, проследницы Грузии, память, которую мы сегодня с вами и совершаем. На богослужении молились представители разных национальностей, и грузины, и русские, и, конечно, украинцы. Всем им было одинаково уютно. Грузины же признаются здесь, а не ближе к родной земле. После прихода святой Нины Грузия стала православной христианской государством. И вот честь ее, наш храм, это еще у нас такой стимул дает, с такой любовью мы относимся к этому храму. Потому что, в общем, все там кто, чем могли, не имел возможности, имел возможности, все собрали, построили. Это все было от души, с любовью. Необычность Дома Божьего в сравнении с украинскими храмами проявляется в надписях на иконах в самом стиле изображения спасителей и святых. Даже оконные рамы символически выполнены в виде креста святой Нины. Несмотря на некоторые отличия в оформлении интерьера, грузинская православная церковь всегда была очень близка к русской. У обеих единая цель – исповедовать Бога в учении, что оставил нам Иисус Христос. Храм святой Нины соседствует с молитвенными домами других вероисповеданий. Однако его община неуклонно увеличивается. Факт довольно убедительный. Получил благословение на служительном храме от Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона Донецкого и Мариупольского. Это было полтора года назад, 15 сентября. Когда я пришел, конечно, было мало людей. Но по милости Божией вы видите сегодняшний день много людей, сегодня престольный праздник. Ну и с каждым днем святая апостола Нина тоже является ходатайцей, помогает нам в этом деле. После окончания божественной литургии и общей молитвы в стенах храма зазвучало радостное многое и благое лето. Для каждого из присутствующих этот день стал действительно праздничным. Люди поздравляли друг друга и прославляли святую покровительницу грузин. Жизнь не стоит на месте. Только что, кажется, были святки, а вот уже и богоявление минуло, и мы мысленно готовимся к великому посту. Но в детских сердцах все еще горит рождественская звезда. Именно так называется международная выставка детского рисунка, которая уже 14 лет подряд проходит в святоархангелом Михайловском женском монастыре. 22 января праздник творчества посетили и наши корреспонденты. Искусству все возрасты подвластны. И эта экспозиция лучшее тому свидетельство. Мастера, которым от 5 до 17 вдохновленные светом Рождества Христова создали свыше 300 удивительных шедевров. Акварель, гуашь, масляные краски, техника, аппликации, графика и даже современное искусство, картины, выполненные с помощью компьютерного моделирования. Все участники выставки – ученики художественных и воскресных школ Одессы. У нас дети начинают с 4-5 лет работать у нас. Основная задача просветительская, потому что они ознакомятся с литературой вечной, они ознакомятся с искусством, они ознакомятся с историей искусства, они занимаются воскресных школах, где их знакомят с классической живописью, с классической музыкой. То есть они получают как бы основу образования религиозного, в то же время светского. А здесь они как бы на уровне международном демонстрируют свои работы. И это очень важно, потому что это рост. Эти работы словно дары волхвов, прославление богомладенца и детские подарки ему. Разделить с маленькими художниками радость творческого праздника прибыл Преосвященнейший Алексей, епископ Белгород-Днестровский. Дети встретили гостя рождественскими песнопениями. Господи мой, сердце открой, дай мне услышать ангельский хор. Господи мой, сердце открой, знаю ты, Бог живой. Владыка приехал не с пустыми руками. Благословенные грамоты от лица Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела получили победители в трех возрастных категориях Анастасия Колесник, Анна Огородник и Сергей Кухаренко. Без сладкого подарка и иконки Рождества Христова Владыка Алексей не оставил ни одного ребенка. Закончились дни, посвященные празднованию Рождества Христова. Но это удивительное событие, которое по-особому переживает каждый православный христианин. Нашел удивительное отображение в тех рисунках и работах, которые мы сейчас с вами наблюдаем в этом выставочном зале. Особенно отрадно, что дети настоящих школ, города Одессы, различных храмов приняли самое активное участие в этом конкурсе и выразили свое духовное отношение к пониманию того удивительного события, которое произошло 2000 лет тому назад в далеком, но близком сердцу каждого православного христианина в городе Вифлееме. Отдельную благословенную грамоту получил целый коллектив. Воскресная школа «Человек Божий» при Алексеевском храме представила наибольшее количество рисунков. Воскресная школа имеет огромное значение в личности любого ребенка, его жизни, потому что, в первую очередь, воскресная школа – это продолжение богослужения. Они в воскресной школе постигают какие-то определенные истины, они общаются вместе между собой, познают мир. Также необходимо сказать о том, что воскресные школы в нашем городе, они общаются между собой. Это тоже имеет огромное значение. Ездят друг к другу на утренники, на представления какие-то, дети делятся каким-то опытом, какими-то впечатлениями. Вот это все уже позволяет человеку воспринимать мир, видеть его богатство, видеть его красоту, вместе с тем, что и православие является очень широким, и каждый здесь может найти себе место в жизни. Воспитанники воскресных школ при Одесских храмах занимаются не только творчеством. Сызмола учат добру и любви к ближним, занимаясь миссионерством и просвещением. В период зимних каникул дети несли добрую весть о Рождестве Христовом, показывая спектакли заключенным в колониях и тюрьмах, а также больным детям и сиротам. Физическая культура во все времена была важным средством формирования личности, сохранения здоровья и развития внутреннего потенциала человека. Православная Церковь тоже призывает христианина к гармоничному развитию человеческого естества в целом. Ведь здоровье – это дар Творца, и оно требует заботливого отношения. В этом убежден митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней. Именно он стал основателем Кубка юбилейного рождественского турнира ветеранов волейбола. Волейбол – игра, которая по плечу людям разного возраста. Чтобы играть в волейбол, прежде всего нужны ловкость и выносливость. Благодаря своей эмоциональности этот вид спорта позитивно влияет на состояние организма, активизируются положительные эмоции, жизнерадостность, бодрость, а также ответственность и чувство локтя. Спорт, конечно, он, во-первых, и это добро в том плане, что человек гармонично развивается, никаких болезней, никаких отложений солей, ничего не будет, все будет в порядке. С другой стороны развивается дружба, привязанность друг к другу. И я считаю, что это большой минус тем, кто, допустим, в спорте видит, допустим, с кем играет врага или там что-то. Наоборот, это должно сплачивать наше общество, объединять. И мы должны дружить команда с командой, друг к другу. Недавно рождественский турнир в Днепропетровске отметил свой 10-летний юбилей. По этому случаю в Днепропетровск прибыли 23 команды участницы. Победители и призеров определяли в трех возрастных категориях среди мужчин и женщин. Лучшие игроки удостоились специального приза митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. Самые молодые участники ветеранского турнира – 40-летние спортсмены. В этой категории традиционно не было равных днепропетровскому автомобилисту, который неизменно ставит перед собой лишь одну задачу – первое место. Я знаю уровень команды, уровень мастерства. Это не футбол, чтобы надо хватало силы, как говорится, физической бегать там и побеждать за счет физподготовки. А сегодня здесь побеждать волейбол – это мастерство, это такой вид спорта, который более, как говорится, интеллектуальный. В возрастной категории ветеранов от 50 до 60 лет награду получил еще один законодатель моды на волейбол в регионе – клуб «Ракета» Днепропетровского агрегатного завода. Среди мужских команд, за которые выступают самые опытные игроки, лучшим стал коллектив научно-исследовательского института «Укргипромес». В соревнованиях женских команд истинное мастерство показал Днепропетровский «Спартак». Владыка Ириней остался доволен турниром. Он поздравил спортсменов такими словами. Я с удовольствием прибыл, чтобы и поздравить, и вручить их награды, и просто пожелать им дальнейших успехов. Это очень важно. Занимайтесь спортом и будете здоровы. В здоровом теле, здоровый дух. Архипастерю предложили создать волейбольную команду священнослужителей Днепропетровской епархии. Так что в будущем году список участников рождественского турнира может пополниться. Почтив в эти дни память двух святых Татьяны и Нины, вспомним о том, что каждый день кто-то из православных празднует свои именины. С пожеланиями молитвенного заступничества ваших небесных покровителей мы прощаемся с вами и приглашаем на следующий эфир ровно через неделю. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok